Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Тема этого видео, скорее всего, так и будет заглавлена в названии Почему русские выглядят плохо, одеваются плохо, а итальянцы очень-очень хорошо И сразу могу прокомментировать, и точнее хочу прокомментировать критику в мой адрес, который звучит часто в комментариях по поводу того, что я прямо-таки раболепно восхищаюсь итальянцами Во-первых, я уже перестала восхищаться итальянцами, восхищаюсь всеми классно, красиво одетыми стритстайлерами Мне не важно, какой у них цвет кожи и какой у них возраст Я действительно поняла, что я люблю хорошо и красиво одетых людей И очень часто меня спрашивают, Яна, как вы снимаете своих людей? Я снимаю их вот с такой улыбкой, потому что эти люди вызывают у меня как минимум улыбку, удовольствие от того, что я их вижу, что я их встретила, и что, возможно, я смогу их заснять И очень часто они видят действительно некое восхищение в моих глазах, потому что я знаю, что такое лень Я знаю, что такое нежелание одеваться, причесываться, краситься и так далее Очень часто, снимая своих людей, я им подмигиваю, я показываю им, что классно, классно они выглядят и так далее Поэтому, да, очень многие охотно и снимаются, и не сопротивляются тому, что они видят, что я их снимаю, они просто идут дальше И они действительно, кстати, очень многие уже меня узнают, когда я стою А стою я, как правило, в одном и том же месте, прежде всего, потому что там хорошее освещение Так вот, могу сказать, что я восхищаюсь всеми хорошо одетыми людьми Это видео направлено прежде всего в моей русскоязычной аудитории, где я выделю, в этом видео я выделю три момента, которые я стала замечать Очень явно они стали бросаться мне в глаза, эти три момента прежде всего на монтаже И я надеюсь, что с этими моментами, если вы согласитесь, они помогут вам тоже классно и хорошо выглядеть, потому что это так и так работает Итак, первая вещь, я думаю, что очень многие обратили на нее внимание И вообще это видео выходит в эфир, потому что я начала получать комментарии другого рода Комментарии, когда я поняла, что если я это видео выпущу, очень многие смогут понять, о чем я говорю Потому что до этого эти вещи либо не замечались, либо комментировались в другом аспекте Сейчас я об этом скажу Первая вещь, которую я заметила, которую замечают теперь очень многие мои зрители И заключается в том, что итальянцы всегда улыбаются, либо практически постоянно улыбаются Меня тоже очень часто критикуют за мою улыбку Кто-то считает ее излишней, кто-то считает ее неуместной, кто-то считает ее фальшивой и так далее, и так далее Но если мы говорим о моде, о том, как хорошо одеваться, стильно выглядеть Обратите внимание, что все стритстайлеры улыбаются Они улыбаются мне, когда я их снимаю очень часто Они улыбаются, когда они идут, и, допустим, рядом с ними кто-то идет, собеседник, либо друг, либо член семьи Это люди, которые улыбаются Почему они не это делают? Просто потому, что происходит та знаменитая цепная реакция, о которой я часто рассказываю Нам очень часто сложно приодеться, нам очень часто сложно нарядиться Нам очень часто сложно нанести красную помаду Мы, возможно, этого боимся, но как только это происходит, мы получаем, что называется, отражение нас самих Которое мы видим в реакции окружающих Неважно, куда мы пошли Мы пошли на какую-то звоную вечеринку, либо мы пошли просто в супермаркет Скорее всего, мы встретим приятные взгляды в наш адрес, либо даже восхищенные взгляды в наш адрес Скорее всего, мы встретим какое-то приятное удивление Вау, как ты сегодня хорошо выглядишь, и так далее, и так далее Все это делает наш день Все это заставляет нас улыбаться Это расслабляет нас, когда мы понимаем, что мы выглядим хорошо Когда мы понимаем, что наши усилия оценили Кстати, очень многие стритстайлеры охотно снимаются Прежде всего, потому что они прекрасно понимают, что их усилия Красиво сегодня выглядеть и одеться Их усилия были оценены, что называется, по достоинству К чему это ведет дальше? Дальше это ведет к тому, что у нас меняется походка и меняется осанка Кстати, тоже очень многие возили на это внимание, но не сразу Я очень рада, что об этом мне сейчас пишут Это значит, что прежде всего зрители тех же самых видео Вступают в дискуссию друг с другом и в разумный диалог С друг с другом могут действительно открыть для себя что-то новое Очень многие мне написали, я, но у них походка другая Они вальяжно идут И даже если они куда-то спешат, они это делают несколько иначе Это совершенно точно так Я думаю, что это тоже происходит, опять же, от некого осознания себя Когда мы не уверены в себе, мы по-другому вышагиваем наш шаг Когда мы не уверены в себе, у нас другая позиция головы Мы как будто бы прячемся сами в себя, когда мы не уверены в себе, у нас и плечи не расправлены В то время, когда мы начинаем понимать, что мы выглядим хорошо, мы видим свое отражение в глазах окружающих У нас расправляются плечи, голова становится чуть выше, это совершенно естественно Но окружающие снова начинают считывать это, как некий наш собственный личностный успех И это, опять же, замкнутая цепная реакция Мы, чем больше хорошего впечатления производим, чем больше мы производим впечатление классно выглядящего человека Уверенного в себе человека, тем больше это действует на нас самих Мы еще больше расправляем плечи, еще выше поднимаем голову Речь, конечно же, не идет о том, чтобы зазнаться и гордо ходить по улицам Нет, речь идет о какой-то разумной реакции и разумном восприятии самого себя И, соответственно, у нас тоже меняется походка Ну и третий момент, он очень важен И я очень рада, что одна зрительница прямо-таки написала очень точный комментарий Она написала первое, она была первой, кто написал Яна, они надевают на себя все, что попадется под руку им Но они так классно в этом выглядят До этого комментарии были очень часто подобного рода И было непонятно, это критика или констатация фактов Очень многие писали, Яна, они как бомжи Все, что было, все на себя надели, чтобы не замерзнуть И вы знаете, я скажу вам, что это действительно так Но есть большая разница, когда как бомж и все, чтобы не замерзнуть Наденет на себя человек, не обладающий вот этой фэшн-смелостью и уверенностью в себе И человек, который улыбается, человек, который имеет определенную осанку Хочу привести вам в пример знаменитейшее пальто Тедди Я уже его обсуждала много раз, это пальто у меня есть И оно мне не очень нравится Вчера своему мужу я сказала, посмотри, как я ужасно выгляжу На самом деле, я всегда так боюсь замерзнуть Я человек, который вырос на Сахалине, боюсь холода, как огня Я очень боюсь замерзнуть, я всегда утепляюсь И вот я сказала своему мужу, посмотри, как я ужасно выгляжу в этой вещи Которая стоит достаточных денег Посмотри, какой парадокс Только в наше время, сказала я ему, и это действительно так Вот такая вещь могла стать популярной И в глазах очень многих эта вещь смогла стать красивой Хотя по факту, это история о голом короле По факту, это пальто ужасно, оно никому не идет Но оно очень теплое, очень комфортное Так вот, сегодняшние стритспайлеры могут хорошо и классно выглядеть в этом пальто Потому что они обладают этой фэшн-смелостью Они улыбчивы, они с некой самоиронией относятся к себе и к тому, что на них надето Они достаточно расслаблены, это выдается их походкой, их взглядом и шестикуляцией Это все считывается нами, кто на них смотрит И таким образом мы воспринимаем комплекс на все вместе Не как городскую, образ городской сумасшедшей А как образ действительно фэшн-смелого человека И разница, поверьте мне, только в том, как мы носим нашу одежду Зачастую, точнее, только в том, как мы носим нашу одежду Не в самой одежде, и не в ее стоимости, и не в аксессуарах Я записала видео, почему очень важна дорогая сумка для нас женщин Но видео еще не смонтировано, обязательно сделают и в ближайшее время Я желаю всем своим зрителям прийти к удивительным открытиям Просматривать прежде всего видео, где красиво одетые люди засняты Это может быть мой контент, либо любой другой контент Потому что именно просмотры этих видео развивают не только насмотренность Но учат нас самому главному, что фэшн-смелость – это очень-очень важно Очень важно не то, какую одежду мы надеваем, а то, как мы ее в итоге носим Как мы себя в ней чувствуем А чувствуем мы себя в ней так или иначе Исходя из тех вещей, о которых я только что сказала Улыбка – это очень важно Улыбка раскрывает любые двери Но улыбка также позволяет нам чувствовать себя увереннее Соответственно, меняется наша осанка, наша походка Все это считывается смотрящими на нас людьми И поэтому, чтобы мы на себя не надели такие фэшн-смелые Мы будем выглядеть действительно очень-очень стильными особами Чего я и вам желаю Это была Инна Скорцова Увидимся очень скоро Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok